Документ об отмене северных коэффициентов уже готов. Это законопроект о территориях опережающего развития. Об этом министр труда и соцзащиты Максим Топилин объявил в октябре на заседании Генерального совета Федерации независимых профсоюзов России. Говоря о северных надбавках, министр труда отметил, что эти начисления утяжеляют бухгалтерию и в принципе достойный уровень оплаты труда в регионах, где выплачивают такие суммы, компенсируют их отмену. Если работодатель в Магадане платит работнику достойную зарплату, почему он должен вычленять из этой суммы надбавку, отдельной строкой ее прописывать? Это лишняя нагрузка на бухгалтерию. Максим Топилин, Российская газета. Реакция на известие об отмене северных надбавок была молниеносной. В интернете развернулось бурное обсуждение. Мнения по поводу нового законопроекта были в основном негативными. Очень хочется, чтобы господин Топилин пожил и поработал в районах Крайнего Севера лет 25. Может быть тогда ему станет ясно, кто и за что получает надбавки, которые он хочет отменить. Пусть статистику порождаемости и смертности изучит. В среднем возраст мужчин, которые умирают после продолжительного периода работы и жизни в условиях Крайнего Севера, составляет 50-55 лет. Давно пора принять закон об обязательном проведении испытания подобных законов на лицах, предлагающих эти законы. Горячее обсуждение проекта об отмене северных надбавок проходило не только на просторах интернета. Об идее Министерства труда и соцзащиты говорят и губкинцы. Хотели сделать это все тайком, то есть не снять и все. Теперь, насколько я знаю, дали время Минтруду на разработку нового законопроекта. То есть все-таки что-то будет меняться. Но я считаю, что это неправильно приравнивать нас к южным областям. Стало обидно, потому как очень многие проработали здесь очень многие годы. И, конечно, вот так просто отдать северные надбавки, я считаю, это несправедливо. Пускай кто-то, кто это делает, приедет сюда и поживет. Но если северные надбавки убирать, мне кажется, это несправедливо, потому что есть такие климатические условия. И хотелось бы все-таки, чтобы эти надбавки сохранились у нас. Ямальские депутаты уверены, что закон не будет принят в такой редакции. Все делается и отрабатывается и на уровне Министерства труда, и на уровне трехсторонней комиссии, где я присутствовала. И заблокировано полностью проект постановления о данных на северных надбавках. Сейчас мы готовим общественное мнение. Заручившись поддержкой населения, депутаты планируют отработать с Министерством труда новую редакцию закона проекта. Народные избранники делают все возможное, чтобы отстоять право жителей районов Крайнего Севера на северные надбавки. Нельзя, наверное, с одной стороны говорить именно так, что кто-то нацелен, что кто-то что-то против. Просто на самом деле большая страна наша такая, с такими просторами, с такими сферами разнообразными, сельхоз, там у нас пахота, там у нас северное оленеводство, северный морской путь. Мы, конечно, будем думать о том, на каком варианте это нам лучше сделать, потому что не может быть, что у одного в одном нанимали коэффициент северный 1,8, у другого 1,5, у другого 1,7. Да, 1967 года оно устарело, и нам нужно продумать о том, как системно к этому пройти, а не просто эпизотически убрать, а дальше ничего не дать. Пока, утверждают депутаты, никакой отмены северных надбавок не будет. Единственное, о чем говорят народные избранники, необходимо разработать такой законопроект, который не ухудшит сегодняшнего положения северян. Екатерина Склюева, Ильша Тракаев, Новости Губкинского.